Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале Обзорно-Незазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на своем канале Обзорно-Незазорно. И попрошу подписаться тех, кто еще не подписан, с тем, что быть в курсе моих новых обзоров. Меня около 68% смотрят без подписки. Поэтому подпишитесь, пожалуйста. Буду вам очень признательна. Ну а мы переходим в Колесниково. Утро у Колесниковых начинается с того, что Света заходит в комнату к Дарине и Анжелике и говорит, как красиво, розовый фон такой передают через обои. И вы знаете, Свету очень тяжело понять. Кто что передает, кто такие они, которые передают через обои розовый фон. В общем, жуть, конечно. Кстати, обои ободраны. Ободраны в нескольких местах. И сидит в постели Дарина и играет со своим Нинтендо. Сидит она, кстати, одетая. Она в колготочках, она в домашней туничке, в халатике в домашнем. И полулежа, да, вот она играет в эту игру. Света говорит, ой, какая ты молодец, мол, оделась уже. Вот не встаешь в постели, хотя уже одетая. Да, мне кажется, Дарина и не раздевалась. У них очень часто такое бывает, что дети ложатся спать, не переодеваясь в ночные рубахи, в пижамы. Ну вот ни во что, в ночное. Они в чем днем ходят, в том они и спят. Сам Леша об этом говорил или Света, я сейчас уже не вспомню. Но Света считает, что Дарина-то уже молодец, она уже встала, оделась и снова легла. Говорит, давай убирать постели. Дарина говорит, я не умею. Она, мол, давай учиться. Думаю, боже, Света, что с тобой произошло? Ты решила Дарину начать учить постели заправлять? Кто, мол, говорит, ты все умеешь, просто не хочешь, ну и так далее. Своя песня всегда у Колесниковых. Все все умеют, просто не хотят. Но рядом, вы знаете, точно такая же незаправленная постель, неубранная постель Анжелики. Анжелика давным-давно уже в школе. Неизвестно, в чем она спала. В ночной рубашке она спала, в пижаме или в том же, в чем она в школу ходит. Тоже большой вопрос. И почему у нее постель не застелена? Если так брать, да, если ты хочешь, чтобы дети что-то делали, начинай со старших. Старшие подают пример младшим, но никак не наоборот. Значит, то, что Анжелика ушла и не застелила постель, это нормально. А то, что маленький ребенок встал и не застелил постель, это плохо. Как-то странно немного. Кушать тоже Дарина не хочет. То, что предлагает Света, ей не нравится. Она хочет крабовые палочки. Но Света говорит, нет, крабовые палочки, мол, это не еда. Ну что, ты съешь одну? А может, она хочет больше? Может, она всю упаковку хочет? Ты об этом не подумала? Мол, ты не наешься одной палочкой. Творог с ягодами на завтрак. Ну, потом Света говорит, сейчас поедят, там ягоды замороженные какие-то, достанет сейчас. И вот этот творог, мол, добавит. Опять же, неизвестно, сколько они будут размораживаться. Единственный вариант, конечно, микроволок, так что быстрее разморозились. И почему заранее не приготовить этот завтрак, а потом пойти уже будить ребенка? Ну, не знаю. Все как-то не совсем так, как надо у Колесниковых. Ну, говорит, потом Света пойдет гулять по двору. Кто гулять, мол, кто работать. Интересно, что прям сильно так хочет делать много Света, что прям уработается она вся. Но, судя по всему, Света так и не пошла гулять и не пошла работать. Просто ради красного словца это все было сказано. Или, может, нам в следующем влоге это покажут. Не знаю. В этом влоге этого не было. Показывает Света естественно, что у нее с перчиком. Говорит, у Солнца мало на этом подоконнике. Поэтому, скорее всего, перенесет она этот перчик на второй этаж. Девочку в комнату, там у них посветлее будет. Ну, говорит, все хорошо, растут ее перчики, растет ее рассада, все здорово. Ну, а когда Света показала, что делается во дворе, сквозь эти окна грязнючие, окна в разводах страшнющие, я прям не представляю вообще, когда-нибудь эти окна мылись хотя бы раз. Вот они уже два года живут. Я не помню, чтобы они мыли окна. Честное слово. Может быть, просто я не помню. Может, на самом деле они мыли просто. Я не помню. Если вы помните, мои дорогие зрители, напишите мне об этом в комментариях. О, а дальше Леша на кухне, на своем коронном месте, пьет чай, размешивает сахар и рассуждает о графе. Говорит, закрывают они графа в вольер, когда ворота открывают. Но из-за неадекватной особи женского пола, да, сейчас на слово пола, но название было из-за неадекватной особи женского рода. В общем, Леша никак не определился. Как же назвать эту женщину? Так вот, из-за неадекватной особи женского пола графа будут отдавать. Думаю, нормально, так наигрались. Вот, в принципе, то, что и следовало доказать. Говорит, уже все одеяла порваны, граф непослушный, времени и желания обучать графа у Колесникова нет. Он прям текстом об этом говорит. Обалдеть. И спрашивает, может, кому собака нужна, дорогие зрители. Говорите, мол, с удовольствием отдаст. Говорит, ничего страшного. Вот три владельца уже сменилось у графа. Мол, Колесников и третий владельца. Представляете? Ох. Ну и если вдруг по какой-то счастливой случайности графа оставит у себя, то жить он будет в вольере. Мол, много собак живет в вольерах, и ничего страшного. А как получилось? Почему такая вот ситуация произошла? И что за особь, неадекватная особь женского пола или женского рода? Леша рассказывает, что он открыл ворота, хотел выехать, что ли, и собака выбежала на улицу. И приехала какая-то красная машина к соседям. То ли, говорит, дочка, то ли внучка. Непонятно кто. Женщина какая-то была. И граф стал прыгать на эту женщину. Видимо, ей хотел играться. Ну, а то, естественно, не понравилось. И, говорит, где намордники? И вообще, почему собака гуляет без поводка? Ну и прочее, прочее, прочее. Говорит, я сейчас позвоню зоозащитников, всякие службы. Ну, в общем, Леше это не понравилось. Он с ней там поругался. И, конечно, завел графа во двор. Говорит, я, конечно, виноват в том, что собака выбежала, я не углядел. Но и так себя вести тоже, ну, не делал. Вот как она себя повела. Потом, говорит, очень давно он ждет проверок. Я так думаю, что графа не отдадут. У Леши контент будет. Да-да. Он с таким, с издевкой такой говорит. Ну вот, жду проверок. Где ваши проверки, мол, обещанные? Ну да, у меня контента нет. Оттого, мол, графа взял. Вот. И я так думаю, что из опеки к нему никто долго не заходит. Так вот, теперь он решил подождать зоозащитников. Вполне возможно, что он специально так вот говорил на таких повышенных тонах с этой женщиной. Вполне возможно. С тем, чтобы, может быть, она вызвала кого-нибудь на колесниковых. Им нужен контент. У них канал дух нет. Вот. И тут же Леша говорит, что будка теплая у графа, утепленная. Там линолеум где-то, еще что-то, пенопласт, что ли. И будет жить граф в будке. Только что он говорил, что граф будет жить в вольере. Но сейчас вдруг граф переселяется в будку. Говорит Леша, что желание пропало делать другой вольер. Желание пропало у Леши буквально в момент разговора. То есть за полторы-две минуты. О, Леша, Леша. Ну, ничего, говорит. В будке на цепи она тоже нормально. Дело графа охранять. Пусть охраняет. Вы представляете себе? У меня, когда я это услышала, слов, в принципе, не хватило. И вообще, как можно так вот взять собаку, а потом говорить, ну, нормально. Ну, господи, три хозяина сменилась, и хорошо. А еще раньше, помните, когда он только собирался брать эту собаку, он говорил, ну что, два-три месяца, ну, собака поживет, и можно отдавать дальше, ну, следующую брать. Ну, или вообще никого не брать. Посмотрели, не можем собакой управиться, или нам не подходит по каким-то параметрам, и отдаем через два-три месяца. Я с этим категорически не согласна, утверждение. Но даже два-три месяца не прошло, вы видите? Ну, что тут, ну, месяц даже не прошел, как собака у них. А уже все, отдавать, и если не отдавать, то будут жить в будке. Сначала в вольере, потом пошли на понижение, и уже в будку переселяют того графа. Короче говоря, бедная собака. И было бы, на самом деле, здорово, если бы пришли бы золозащитники и забрали бы в какой-нибудь приют, и там нашли бы хозяина, действительно, у которого хороший, добрый род, и туда вот отдали бы эту собаку, в ту семью. Потому что вот то, как издеваются тут над живностью, я еще не видела нигде, конечно, такого отношения к собаке. А они еще и кошку хотят взять. Представляете себе, что это будет, если у них еще и кошечка будет, и тоже какое-то время она у них будет милая, добрая, хорошая, а потом кого-нибудь поцарапает. Ну, правильно. Кошки царапаются. Даже не хотят. А тут, кстати, Леша говорит, что граф прыгает, когда Виталина приходит со школы на Виталину, и Виталина, мол, не выдерживает. Говорит, Никита еще как-то выдерживает эти прыжки, а Виталина, мол, не выдерживает. Маленькая, он ее с ног валит. Но оттого будет жить в вольере сначала, а потом уже вообще и в будке, бедная, будет жить на цепи. Говорит, все, что мы делаем, делаем не так. Гуляем не так, ходим не так, поводок не тот длинный у нас. В общем, все у нас не то, все у нас не так. Короче говоря, Леша в своем репертуаре. У него все прекрасно, все зрители ничего не знают, ничего не умеют, ничего не хотят помочь сделать им, только умеют критиковать их. Ой, ну, в принципе, этого и следовало ожидать. Я знала, что Колесникова – это не те люди, которым можно жирность заводить. И все-таки очень хотела бы, чтобы пришли зоозащитники, забрали бы графа и как-то определили бы его в нормальную семью, к хорошим людям, там, где действительно о нем будут заботиться и кормить. А здесь вообще непонятно, чем кормят. Кормят ли вообще, кормили ли графа вот сейчас, например. Уже этого контента нет. Один раз нам показали, что вроде покормили, а потом я как-то глянула, смотрю, у него пустые миски, пустые его плошки. Как-то все очень-очень странно. В принципе, как и всегда у Колесниковых. Ну, вот такой вот получился у меня невеселый обзор. Кому он понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Агра-пожалка!